Привет друзья! Мы находимся в Египте в Шарм-Аль-Шейхе в отеле Amphoros Beach Resort и сегодня покажем какие обновления в отеле отель перестраивается полностью четвертая линия уже почти готова полностью номера обновлены делается капитальный ремонт все сдирается плитка меняются окна на балконах ограждения новая мебель и приглашаю вас прогуляться по отелю посмотреть какие улучшения что нового в отеле наш отель Amphoros Beach здесь бар кока-лока иногда здесь проходят дискотеки спа круг территория всегда проходим через рамку в отель в целях безопасности и заходим на ресепшн заселение наши ребята хорошо а у вас отлично здорово здесь сидят помощники которые помогают доставить чемоданы до номера или чемоданы до такси можно посидеть фотосервис здесь везде есть Wi-Fi ресторан Bella Vista a la carte здесь все на свежем воздухе все хорошо продувается поэтому хорошо посидеть здесь можно и днем и вечером и такие красивые виды открываются на бассейн на море впереди видите и зона 45 корпуса справа новые слева еще не реновированные отель разделен на 7 зон и я вам покажу какие зоны и что к чему относятся это центральная аллея где находятся зоны 4 и 5 центр отеля пересекает такая живописная речушка она соединяет два бассейна 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 ресторана пока народу в отеле немного здесь стоят лежаки тоже впереди вы видите ресторан ресторан амфара с основной где проходят завтрак обед и ужин каждый бассейн оборудован душевыми и днем сидит спасатель каждого бассейна вот так выглядит зона 5 прошлый раз мы останавливались зона 4 она уже отреставрирована полностью проведен капитальный ремонт уже завершается строительство последнего корпуса и здесь номера вот в этом корпусе можете посмотреть как выглядят номера внутри ссылка будет под видео в описании номера улучшены наш корпус с левой стороны первый этаж наш номер луч на категории номере все обновлено полностью новая мебель новая сантехника телевизор холодильник все новое абсолютно так приятно наблюдать очень много цапель гуляет здесь утро 8 часов 45 минут температура воздуха с утра 20 градусов днем поднимается до 28 градусов температура в море 23 градуса и вот еще один бассейн здесь есть бар который работает с 10 утра до 5 вечера здесь днем тоже сидит спасатель несмотря на то что особо туристов нет и смотрит за порядком последний корпус зоны 4 идет завершение капитального ремонта так он выглядит напротив уже начался ремонт в зоне 5 вот вы видите что полностью 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 все снесено кроме стен не меняют и окна и двери и плитку внутри сантехнику все так что скоро будет в отеле очень хорошо и уютно но мы идем море посмотрим как выглядит территория пляжа на пляж можно попасть пешком по лестнице и на лифте лифт находится панорама баре бар работает вечером с 6 до 23 такой вид открывается шикарный на море на бассейн и номера с видом на море номера с видом на море с одной стороны вот так вот выглядит спортзал работает 7 утра до 8 вечера вот так выглядит желающих правда не особо много беговая дорожка есть шкафчики шкафчики еще одна беговая дорожка велосипед основной бассейн он неотапливаемый водные горки включают с 10 утра до 11 ужас лежаков достаточно всегда вокруг бассейна полотенца с 8 утра до 5 ска площадка под навесом все сделано качели горки и мягкое покрытие в 1 в 1 лес здесь полотенца сегодня температура воздуха 27 Бассейн 19, море 22. Есть напитки, баскет-кола, водка, текила, фанта, сода и соки. И сапу. И сапу. По соседству отель Амфарас Блю. Как видите, все перегорожено. Уже теперь гости отеля Акваплю не могут пользоваться территорией отеля Амфарас. И наш пляж. Так его теперь сделали, облагородили. Очень красиво получилось. Покрыли ветками пальм. Вот вы видите, разравнивают песочек. Всегда чисто, очень ухоженно все. Очень много лежаков. Это одна зона. Сейчас здесь волейбольная площадка. Площадка для тенниса. Еще одна зона. Здесь немножко пониже спускается. Можно спрятаться в ветреную погоду. И площадка внизу. У песчаного пляжа небольшого. Здесь в основном располагаются гости с детьми. Посмотрим пирс, пойдем в пляж. И здесь предупреждение. Запрещено ломать кораллы. Запрещено выбрасывать мусор. Запрещается брать из воды какие-либо виды морской фауны и флоры. В аэропорту, кстати, за это штраф. Не ходить по кораллам. Не кормить рыб. Многие на это забивают. И рыбалка запрещена. Песчаный пляж. Здесь достаточно мелко. До буйков где-то по пояс будет. Поэтому здесь в основном кто не умеет плавать и гости с детьми. Вода, как видите, прозрачная. И вот так вот выглядит пляж. Пройдем на пирс. Обратите внимание, какая прозрачная вода. Рыбок можно даже смотреть отсюда с пирсом. Пирс деревянный, удобный. Здесь сидит спасатель. Всегда контролирует. Очень удобные ступеньки сходить. И зависит от того, куда направляется течение. Пляж. Пляж оборудован душевыми. И впереди вы видите раздевалки. На территории отеля есть дайвинг центр. И сделали вот такую площадку для меню гольфа. Аппитеатр. Здесь проходит анимация шоу. И так называемая зона 2. Здесь подогреваемый бассейн. Бассейн достаточно большой. Вокруг номера с видом на бассейн. Здесь в нем сидит спасатель. И впереди видите бар. Здесь выдают полотенце. Вот написано температура воды в бассейне 27 градусов. Часы работы с 10 до 12 и с 3 до 17. Сейчас нам покажут как делать фигуры из полотенца. Вот два таких вместе. В баре все время присутствуют смузи и манго, апельсин и лимон. Вот Сережа сейчас продегустирует ваши впечатления. Одно манго. Чистейшее манго. Как я уже говорила, очень зелено. Очень приятно гулять по территории. Для этого необязательно выходить в город. Можно гулять по всем зонам и наслаждаться природой. И еще одна зона отеля. И еще один бассейн. Бассейн работает с 8 утра до 5 вечера. Гостей мало в отеле. Вроде никто не живет. Вот зато сидит охранник здесь. И еще одна площадка для отдыха. Здесь вечером бар. И не можно покурить кальян. Так красиво здесь все расположено. Можно на ковриках. Можно на диванчиках. И мы подошли к нашему основному ресторану. Постоянно в отеле идет обновление. Что-то где-то ремонтируют. Заменяют ступеньки. Чистят, моют, подкрашивают. Очень ухоженная территория. Обратите внимание. Травка пострижена. Газоны все. Кустики все подстрижены. Очень все замечательно. В отеле присутствует шопинг-центр. Пройдемся и посмотрим. Какие. Это парикмахер. Парикмахер мини-маркет. Фотошоп. Ювелирка. Книжный магазин. Серебряный. Изделия для курения. Папирус. Фараона, будете покупать себе такого? Нам не хватает. К сожалению. Да, вот этот пальчуй. Папирус. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Это фараона из Луксора. Это база или это хенд мини-лау? Хенд ми. Он говорит, что это из Луксора. Ручная работа и здесь показывает, как вырезают обычно. Это какой? Как камень-базалт. Камень-базалт. Базалт? Если мне это закончить... А вот конечная работа выглядит вот так. Смотри. А почему это светлое, а это темное? Если у меня базалт, то есть и гранит. А это какой? Если у меня это базалт, то это белый базалт. Я зайду к Скоробе. Сын был богатый, это Варнувес удача. Это ты сам все режешь, да? Да, сейчас. Молодец. Автор. Это, пожалуйста, инструменты, которые ты режешь. Интересно, посмотрите. Если у меня делаешь это каждый день ручной работа. А ты сначала рисунок сюда наносишь или так без рисунка делаешь? Сначала он наносит рисунок, а потом начинает вырезать. Если у меня это кость верблюда. Кость настоящая. Ты тоже кость верблюда? Нет, это... это family. Family? Смотри. А, да, видно, что это кость. Это кость сколько бедуин стоит? Кость маленькая, если у меня 59. Если у меня это маленькая собака, то это 20-15. Это доллар, да? Да, доллар. Потому что это кость настоящая. Вот такой? Большая это 120-150. Если бы не разного. Ступы. Ступки вот здесь. С пистиками. Это все семьи. Да. Это всё семьи. Да, да. Это ваза, это чаяндах по самому делу. Каза и каждая вандах. Это ручная корова. Смотри, это рыба, это роган корова, это рыба мотор, это настоящий, настоящий роган корова, все это роган корова, красиво. Расскажи, сколько стоит? Это оливковое дерево. Оливковое дерево. Алабаста, алабаста. Это мне кандела, лампа слышит. Смотри, лампа. Понятно, да. Смотри, лампа. Идем в гости в магазин. Здесь сувениры есть всякие. Тарелочки. Зеркальце. Здесь подставочки под стаканы. Соники. Кальян. И бомбасы для кальяна. Это перламутр, да? Да. Садись, садись. Можно садись? Али. 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 Вот это продавец этого магазина. Али. Али. И вот магазин папируса. Такие красивые. Откуда папа? Россия. Россия? Россия, индейство. What is your name? Mustafha. Mustafha приглашает. Магазин Mustafha. У него, видишь, тут отзывы всякие. Там тоже Mustafha. Все, для Mustafha. Можно водорог, мадам, можно? Не, не надо. Можно, можно, можно. Потому что у нас есть самое настоящее, хорошее гибельское масло. Ой, мы уже купили все. Мне вот здесь предлагают масла всякие, бутылочки. Красивые. И вот здесь, шпamtал, пять. Что бываем? Ведальной терп Guangtsбе деятелен срабой preocupы. Движимость гибельское масло для бокали мюжаical. Что думает göra? Фаната М fireбок в Ricам. Время приlistе скорость,